Голбол – паралимпийский вид спорта, которым занимаются спортсмены с нарушением зрения. На глазах у игроков маски, а главный спортивный снаряд – мяч со встроенным колокольчиком, чтобы спортсмены могли ориентироваться по слуху. В Нижнем Новгороде по поручению главы города на базе спортивной школы «Олимп» откроется отделение по паралимпийскому голболу. Больше всего интересен процесс, когда вот… Главная моя задача – это не пропустить гол, а насчет броска я еще над ним работаю. В общем-то, над ноги еще работаю, но цель пока такая. Мне сказали, Настя, ты будешь хороша в спорте, вот, и поскольку со зрением другой вид спорта просто как бы нельзя, меня пригласили в голбол. Мне сначала не нравилось, но потом я вошла в этот азарт, и мне очень сильно понравилось. Играю уже примерно три года. По словам тренера, его подопечные ограничения здоровья с лихвой компенсируют амбициями и упорством. В команде нет прогульщиков и халявщиков, а к грядущему первенству России ребята настроены только на победу. Это шаг для города значительный вперед в плане развития спорта слепых, развития социализации, адаптации инвалидов. То есть у нас город достаточно большой, и в соседних республиках и городах есть отделение. У нас в городе до этого момента отделения по спорту слепых не было, и это для нас шаг вперед. В школе номер 12 по спортивному ориентированию открылось отделение по одноименному виду спорта для детей с нарушениями слуха. Инициативу проявила сама школа. Руководство представило проект «Мир возможностей вокруг нас» на грантовом конкурсе и одержало в нем победу. Юрий Шалабаев встретился с воспитанницами школы. Здесь искусственно создаются как бы преграды, либо объекты. Это как спортивное ориентирование. Да, 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 как спортивное ориентирование. Здесь мы расставили, на конусах у нас стоят призмочки с электронной отметкой. Тренировки, в принципе, так же, как и для всех ребят, то есть это идет теоретическая подготовка. Для этого нужно изучить все спортивные знаки по спортивному ориентированию, потом поработать в физических качествах, то есть это и выносливость, и на скорости, как бы и веселые старты здесь играют роль большую, чтобы скоростная подготовка была. Ну и как раз вот для зала, как технический уровень, именно в спортивном лавиринте первые азы тренировочных занятий. На встрече со спортсменами и тренерским составом спортивных школ глава города поручил Департаменту физической культуры и спорта оказать поддержку существующим отделениям для людей с ограниченными возможностями здоровья и проработать вопрос для открытия новых. Сегодня посетил отделение для слабослышащих спортивной школы в Советском районе по спортивному ориентированию. Там приобретено новое оборудование, необходимое для занятия этим видом спорта. Бюджетная поддержка в этом плане тоже очень нужна, тем более отделение для слабослышащих оказалось очень востребованным в спортивной школе Олимп. Здесь есть запрос на открытие отделения по голболу для слабовидящих детей, для слабовидящих ребят. Это паралимпийский вид спорта, у нас очень перспективный спортсмен, занимает высокие места. Дал поручение Департаменту спорта открыть такое отделение, приобрести необходимое оборудование. За последние несколько лет наши паралимпийцы стабильно привозят с международных стартов золотые медали. Теперь можно надеяться, что золота в копилке будет еще больше. Служба информации Заура Руджев.